итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас пятница 25 августа давайте посмотрим на графике евро фунт и поговорим о дальнейших перспективах движения и видим как евро так и британский фунт продолжили падение по отношению доллару сша и определенно для этого есть причины вчера вышли очень сильные данные по числу первичных обращений запасами по безработице сократился этот показатель вышли у нас довольно плохие данные по изменению объема заказа на товар долгосрочного пользования но затем состоялись выступления председателя федеральной резервной системы jackson hall да есть те кто говорят что возможно ставки достигли своего пика но достаточно много представителей фрс заявляет о том что возможно ставки будут повышены как минимум еще на один раз для борьбы с инфляцией и как мы видим реакция на эти заявления не заставила себя долго ждать все ожидают что сегодняшнее выступление паула на симпозиуму jackson hall будет носить истребиный характер и все это может привести к дальнейшему укрепление американского доллара против евро против британского фунта и ряда других рисковых активов поэтому сложно предположить что конкретно скажет паул но очевидно что риторика будет склоняться все-таки в сторону необходимости дальнейшей борьбы необходимости сохранения ставок на высоком уровне как минимум если и не будет напрямую заявлено необходимости дальнейшего повышения будет объявлено точно что ставки будут удерживаться на текущих максимумах довольно длительный период времени а это опять же все играет на стороне американского доллара давайте теперь посмотрим экономический календарь какие еще сегодня данные нас ждут видим что ожидается объем ввп германии за второй квартал прогнозируется без изменений рост по сравнению с первым и сокращение на 0 6 в годовом исчислении выходит из индикатора деловой среды оценки текущей ситуации экономических ожиданий там показатели могут быть пересмотрены в худшую сторону что еще один повод для продажи европейской валюты зачем затем у нас выходят данные по индексу настроения потребителей от университета мичигана инфляционные ожидания но на ключевым событием конечно же будет джексон холл выступление кристин лагард и затем у нас выступает гражданин паул в этих выступлениях я уже на этих выступлениях я более подробно уже останавливался теперь что касается технической картины где может у нас евро попытаться нащупать минимумы видим что есть 0777 вполне возможно в первой половине дня формирование сложного пробоя . входа длинные позиции но и быки будут рассчитывать на коррекцию в район 0804 только после закрепления высшего диапазона теста сверху вниз можно рассчитывать на рывок 08 38 08 75 будет достижим в том случае если паул вдруг по каким-то причинам решит занять более мягкую позицию здесь будут продавать на отскок с движением в 30 35 пунктов короткие позиции от 0804 прорыв 0777 закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом все это сигналы на продажу в расчете уже на 07 34 и 0705 где посмотрю покупки на отскок с той же коррекции в 20-25 пунктов длинные позиции от 07 34 только при формировании ложного пробоя так как мы видим что медвежий рынок сохраняется до с какими-то определенными коррекциями но пока ничего покупатели с этим сделать не могут и очевидно что сегодняшнее заявление павла могут привести к более глубокому падению пары что касается британского фунта здесь вы сами все видите да была очень жесткая борьба в рамках бокового канала но с четвертого раза просадили мы 26 16 обвалились ниже этого диапазона и теперь очевидно что медвежий тренд по фунту будет только развиваться конечно хотелось бы увидеть продажи на ложном пробое 25 88 на 26 16 но случае закрепления ниже 25 57 также короткие позиции можно открывать в расчете на 25 23 и 24 88 где посмотрю покупки на отскок с коррекцией 25 30 пунктов что касается длинных позиций ну конечно же лезть против медвежьего рынка такого довольно проблематично нужно посмотреть что нам скажет пал и уже делать какие-то определенные выводы ложный пробой на 25 57 ложный пробой на 25 23 сигналы на открытие длинных позиций но не думаю что до выступления гражданина паула что-то всерьез изменится поэтому только после его речи после выхода выше 25 88 можно ожидать ревка на 26 16 и на 26 47 где посмотрю продажи на отскок с коррекцией в 25 30 пунктов всем удачи и хороших выходных